Привет! Вам когда-нибудь бывало жаль съесть бутерброд? Ну да, это бутерброд со слом и шреком, но только посмотрите, как круто они сделаны! Туфли из кожуры дуриана? Ну что ж, зато теперь, если кто-то наступит вам на ногу, он об этом сильно пожалеет. Да, и неприятный запах от ног можно будет свалить на фрукт. Вы ведь знаете этих китайских кошек, которые машут лапкой? Ну вот, эта статуэтка наглядно показывает пользу таких простых физических упражнений. Судя по мускулам, она качала лапкой со штангой. За спорт лайк от Фактории! Боюсь даже представить, сколько стоит огнетушитель от Луи Виттон. Кажется, даже посмотреть на них стоит кругленькую сумму. А тушение пожара способно разорить небольшой городок. Наверное, каждый с детства мечтает о своем собственном замке. Но этот человек решил воплотить свою мечту в жизнь, когда повзрослел. Хотя, согласен, замковые башни над гаражом выглядят странновато. При беглом взгляде на такие часы можно не заметить подвоха. Но когда реально пытаешься определить время, становится нехорошо. Как вообще пришло в голову перепутать все цифры на циферблате? Кстати, вы тоже можете всех удивить, если не забудете прислать свои интересные фотографии по ссылкам в описании. Не хотите немного мяса прямо со скелета? Да, человек, который оформлял это блюдо, уверен, что легкий намек на каннибализм должен добавить всем аппетита. Даже от самых лучших и дорогих велосипедных сидений пятая точка все равно устает. Поэтому можно доверить свое седалище вот таким необычным человеческим рукам, которые будут бережно поддерживать ваши полупопия во время езды. Вы из тех людей, которые обожают рассовывать по карманам всякую мелочевку? Тогда эта кофта специально для вас. Здесь карманов хватит для всего, и еще парочка останется. Обожаю, когда нет необходимости разглядывать вывески на зданиях или сверяться с навигатором. Ищешь строительную компанию? Ну вот тебе здание в виде бульдозера, точно не заблудишься. Думаете, что вам делать нечего, и вы маетесь от безделья? Тут вот человек от нечего делать собрал аквамена из частей насекомых. Ну, по крайней мере, он утверждает, что это аквамен. Но я бы ручаться не стал. На этой кухне явно готовит самый самовлюбленный повар на нашей планете. Да, здесь все покрыто зеркалами, каждый кусочек пространства. Страсть к высокой живописи – это, конечно, прекрасно. Но что, обязательно ею любоваться прямо на зубах? Выглядит максимально жутко. Хм, ну, во-первых, это стол. Больше ничего о данной конструкции неизвестно. Но желающих поставить эту кракозябру себя в гостиной пока не нашлось. Когда мы представляем торт, в голову приходят всякие кремовые розочки, цветочки, цукаты. И вряд ли кому-то вспоминается очень реалистично сделанное анатомически правильное сердце человека. Нет, это не какой-то псих утопил свой телефон в Дошираке. Это зарядная станция, выполненная в виде стаканчика с лапшой быстрого приготовления. Ну, эта штука хотя бы для розыгрышей хорошо подойдет. В древности люди действительно использовали раковины вместо бокалов. Но сейчас ведь на дворе 21 век. Зачем лепить несчастные ракушки на хрустальные ножки? Представляете, вы заходите в комнату, а над вами на потолке висят сотни керамических горшков. В каком бреду дизайнеру пришла в голову эта идея, я даже задумываться не хочу. Ну просто не гитара, кошмар трипофоба. А ведь кому-то же это показалось красивым, раз не поленились наклеить на нее столько игрушечных глаз. Почему-то сказки о русалках все находят очень интересными и милыми. Даже не задумываясь, что русалка – это вообще-то гибрид рыбы с человеком. И тут парень решил сделать себе татуировку с русалкой наоборот. Ну, то есть это рыба с человеческими ногами. А вас мозги греют? Нет, я не шучу, это действительно грелка в виде мозгов. Но почему ее нужно обязательно делать в виде чего-то противного? Неужели нельзя сделать грелку в виде, ну, например, пушистого котенка? Что же, это очень солидный пуфик. И меня теперь мучает вопрос, когда заходишь в комнату, с ним нужно здороваться или все-таки нет? Знаете, что это? Шкатулка! Видимо, особая конструкция, чтобы даже воры в случае чего побрезговали ее в руки брать. Почему бы не использовать вместо косметички здоровенную рыбину? Ну, не знаю, может быть, ее хозяйка – заядлая рыбачка, а может быть, ей просто нравится шокировать своих подруг. Не знал, что уже придумали сухопутные яхты. И ведь не поленился же человек скрестить свой пикап с обычной лодкой. Если у машины вместо обычного бампера огромные металлические челюсти, нужно ли одевать на нее намордник, когда выезжаешь из гаража в город? Ну, кто ее знает? Вдруг она кусается? Если вы подарили машину своей бабуле, то не удивляйтесь, когда она добавит в салон немного уюта. При помощи связанных чехлов на все, что только можно, в том числе и на руль. Вот для чего придумана эта обувь? Собираешься на званный ужин – для этого есть туфли. Собираешься заниматься спортом – ну, для этого есть кроссовки. Зачем пытаться совместить несовместимое? Выглядит эта машина, конечно, здорово, но вы только представьте, что будет, если ее угонят и потребуется описать цвет полиции. Ну, вы знаете, машинка была такая радужная. Я правильно понимаю, что женщина, которая выбирает такие туфли, несет всем окружающим смерть при помощи каблуков. Ну, а к чему иначе черепа на туфлях? Вы только посмотрите. Кажется, у них грузовик сдулся. Ну, он как бы почти как настоящий, только в пять раз меньше. Нет, все-таки некоторые дизайнеры сумасшедшие. Нормальный человек не мог придумать зеркало, в котором все отражается силуэтом тараканов. Вы вообще представляете, сколько людей выбегало из этого туалета с воплями? Вот это я понимаю, нормальная, удобная обувь. А чтобы выделиться из толпы, добавили веселенький рисуночек. Даже не знаю, что думать. Видимо, человек хотел показать, как у него много денег, раз они нарисованы даже на дисках его машины. Так я могу деньги даже на стене нарисовать. Правда, богаче я от этого не стану. Вот зачем нужно делать нож с ручкой из оленьей ноги? Из-за этого копыта даже держаться неудобно. В чем смысл этой конструкции? А что вы смотрите? Этот торт сюда сам пришел, мы его не звали. Вон, видите, какие у него лапищи. Куда хочешь притопает. Ну, а что поделать? Человек фанатеет Почитас, но у него день рождения. Вот, пришлось выкручиваться, делать торт в виде его любимых снеков. Все дети ноют и просятся покататься на карусели. Ну, если один раз привезти ребенка вот на такую карусель, то он больше никогда не захочет кататься. Не забудьте прислать свои интересные фотографии по ссылкам в описании. Это единственный способ удивить всех подписчиков Фактории. Что можно сделать с комнатным растением, чтобы оно стало выглядеть противно? Достаточно посадить его в максимально уродливый горшок. Вот, примерно в такой. Так, я не понял, с какой целью они разобрали клавиатуру и намотали ее на ногу. Только не говорите, что ради красоты, потому что это некрасиво, я вам точно говорю. Однажды где-то проснулся человек, который подумал, «Хм, почему бы не связать коронованного миньона, который будет служить крышкой для почтового ящика?» Вы представляете, насколько у людей безграничная фантазия. А что, не такая уж плохая идея? И мячики не теряются, и посидеть есть на чем. А то, что выглядит странно, так это уже дело десятое. Этот лысый крот так и называется – лысый землекоп. Единственный вопрос – почему он сидит на шоколадном торте, и насколько был рад именинник такому подарку? Что ж, вот и выросло поколение, смотревшее в детстве телепузиков. Теперь они себе вот такие татуировки делают. Правда, любимого детского персонажа удается узнать не сразу. К счастью, нет ни единого закона, запрещающего превращать свой автомобиль в гигантского кролика. Надеюсь, вместо бензина он тоже потребляет морковку и капусту. Этот чайник наглядно демонстрирует, что было бы, если бы в KFC подавали чай. Видимо, нам намекают, что его нужно заваривать в целых курицах. Если они пытались сделать самые неудобные в мире шлепки, то им это явно удалось. Нет, зеленая травка на подошве – это окей, а вот половина мячика для гольфа под пяткой – это уже элемент орудия пыток. Да, они издеваются, что ли? То есть мало того, что волосы на голове постоянно нужно стричь, мыть, расчесывать, укладывать, так теперь все эти процедуры придется проделывать еще и с одеждой. Еще и косички на ней заплетать? Не, я на это не подписывался. Почему бы не устроить мангал прямо под капотом старой машины? Действительно, не вижу ни одного довода против. И стильно, и удобно. Кто-то правда хочет видеть такую настольную лампу у себя рядом с кроватью? То есть кого-то действительно успокаивает вид кукольной головы, из которой торчит абажур? Все-таки при создании украшений нужно не переходить к какую-то черту. Ну невозможно считать украшением кусок кожи с глазом, который прибит гвоздями. Это же натуральный кошмар! Я понимаю, если у вас ванная комната размером с небольшой стадион, хочется устроить там что-то особенное. Но все-таки тащить сюда обломки скал? Что? Серьезно? Давайте тогда еще комаров туда запустим для полного слияния с природой. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!